Что посеешь, то и пожнешь. Для фермера Александра Шипулина из Ленинградского района это не поговорка, а бизнес-модель. У себя на участке крестьянин, которому далеко до масштабов холдингов, сумел создать полный цикл производства. На пашнях засевает пшеницу, на собственной мельнице получает муку, из которой здесь же производят макароны. Натуральный продукт расходится в детские сады и среди местных жителей. Вениамин Кондратьев, который приехал сегодня в Ленинградский район, уверен, за такими фермами будущее. Тут кроме муки и воды ничего нет, никаких красителей, улучшителей, ничего не применяем. Лучшего бренда, чем написано из отборных сортов кубанской пшеницы. В Москве, если бы у нас была полная возможность в целом по нашей стране ее продавать, то очереди бы стояли. А сегодня надо к этому стремиться. Но я уверен, что объединившись, фермеры многое смогут. Намного больше, чем сегодня. Но фермеры должны стать сильнее. А это только союз, это только кооператив, это только объединение фермеров позволит сегодня им смело заходить на рынок и на рынке оставаться. И быть там устойчивыми. Вот это очень важно. Говорить о жизни на селе продолжили за чашкой чая дома у фермера Шипулина. Он познакомил губернатора с семьей. Типичные крестьяне. Все выросли на земле. Хозяйством теперь занимается сын. Такие династии еще раз доказывают. Фермерство на Кубани не только бизнес. Это образ жизни, который необходимо сохранить. Я уже предложил этот закон. Давайте внесем, если агрохолдинг владеет всей землей вокруг населенного пункта, или вокруг поселения, и земля находится в агрохолдинге, то надо с федеральным законом предосмотреть социальную ответственность агрохолдинга за все социальные и культурные объекты, которые находятся в этом муниципальном поселении. И в том числе процент работающего населения обязан агрохолдинг эти рабочие места предоставить. 4 миллиона сегодня жителей края живет в сельской местности. 4 миллиона. И как, взять, бросить на произвол судьбы, что ли, или прятаться за какими-то там большими идеями? Вот это и есть преступление. Вот и все. Мы вас поддерживаем в этом. Таких хозяйств, как у Шипулиных, в крае 14,5 тысяч. Их принято называть мелкими, однако в руках фермеров больше миллиона гектаров земли. Треть всей пахотной площади в регионе. И тут как с мудростью провейник. Если пруд один, его легко сломать, а вот все вместе не получится. Чтобы мотивировать крестьян создавать кооперативы, губернатор на съезде фермеров дал поручение Минсельхозу увеличить субсидии для таких объединений. А председатель Союза молодых фермеров Кубани попросил Вениамина Кондратьева помочь с кредитованием кооперативных хозяйств. Мы сейчас говорим везде, что нужно кооперативы развивать. Ни один банк не имеет программы работы с кооперативами. Давайте привлечем местные банки. Они оперативнее отреагируют на это. Мы не просим от них субсидии или подачи. Они также будут зарабатывать деньги. Фермер потенциально тоже инвестор. Мы когда не видим собственных инвесторов, или как бы считаем, что недостаточные, это потому что плохо смотрим. Мы сейчас гоняемся за большими инвестициями, большими инвесторами. А вот здесь своих не замечаем. Вот здесь мы должны фермерам помочь, с точки зрения того, чтобы вот этот кооператив, кредит явно получил и под хороший процент. Я еще раз подчеркиваю, поэтому это будет реальная уже работа департамента инвестиций. Реальная. Только уже не там где-то, а конкретно вот здесь. Вопросов у тех, кто работает на земле, накопилось немало. Предложения губернатору по поддержке крестьян передают записками из зала, кто посмелее озвучивает лично. Мы кормим сегодня детские сады. Ну, это не так все просто, как мы думали. За этот 7-месячный период мы испытываем очень большие трудности. Все-таки нам нужны какие-то приоритетные гарантии в этом направлении. Глава муниципальных образований, я думаю, все равно посыл вы услышали. По Устабинскому 100% на контроль возьмем. Вот Андрей Николаевич сидит. А по другим муниципальным образованиям, вот имейте в виду, если у вас сегодня есть кооператив, и фермеры организовались, объединились, и по большому счету идут нам навстречу, только потому что, на самом деле, они сами будут сыты, и еще рядом с собой накормят. Это наши губанские фермеры. Давайте им тоже идти навстречу. Поддержка крестьян в числе основных задач, стоящих перед руководством края. В этом году фермерские хозяйства получат полтора миллиарда рублей. Кроме этого, Вениамин Кондратьев принял решение продлить сроки для льготного выкупа земли. Вы просили меня вернуться к льготной системе выкупа земли. У нас 1 января закончился, льготный период. Давайте продлим ее до 1 января следующего года. Я должна обрести хозяина. И тогда, основные государства, края, муниципальных властей уже не будет никаких манипуляций и спекуляций вокруг этой земли. Станьте собственными земли, и поверьте, это уже гарантия того, что ваша семья, дети, внуки, последующие поколения, я уверен, будут сыты. На съезде говорили и о тракторном марше, когда несколько фермеров, преследуя личные интересы, призывали крестьян бросить работу в полях и отправиться с митингом в Москву. Селяне, которые входят в Ассоциацию крестьянских хозяйств Кубани, сегодня однозначно выразили свое отношение к протестам. И вот эти все марши, вот эти все дела, их надо прекращать, потому что просто стыдно уже доходить до таких ситуаций. Я считаю, что не надо митинговать, а решать проблему путем диалога. Фермеры единогласно проголосовали против митингов. По словам аграриев, настоящий крестьянин не станет тратить топливо на попытки добраться в столицу на тракторе. Вместо этого выйдет в поле, чтобы вырастить новый урожай. Александр Иванченко, Елена Касабова, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Ленинградский район.